Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 25 главе книги Исхода. 25 глава, как и несколько последующих, что 5 примерно глав. одно из самых трудных для читателя мест. Трудных. Продираться через этот текст очень непросто. И те, кто сумел, начав Библию читать от начала, дочитать до вот этой точки, нередко ломаются и либо бросают читать вовсе, либо переходят на Новый Завет. Потому что, с одной стороны, здесь все в общем понятно, о чем речь. Кроме одного. А зачем? Зачем записываются и вот записываются, я бы сказал, в интонации закона Божьего, вот все эти вещи. Здесь говорится, начинается, вернее, разговор о том, как устроено место поклонения, которое использует Израиль в пустыне. Не строго само поклонение. Это не устав о жертвоприношениях или тем паче не то, что мы сегодня называем богослужебным уставом. Это скорее перечисление того, что именно, какой, так сказать, культовый инвентарь должен быть в скине собрания, и вот как это все должно выглядеть. Заметим также, что довольно быстро появляются разные попытки символического истолкования. Отголоски этого мы находим в некоторых библейских текстах, где говорится о том, что там сам Господь, как в шатре, как в палатке, как в скине, обитал с народом Божьим, и даже в греческом тексте Нового Завета появляется вот это вот слово «энскиносон», «обитает с нами». Помните, как в словах и слово стало плотью «обитало с нами». Короче говоря, вот этот вот образ некоего сооружения, которое называют там скине или как-нибудь еще, вот где там пребывает Бог, это такое символическое толкование, повторю, того, что здесь описано совершенно материально, совершенно материально, прямо вот схема, проект настолько подробный и точный, что многие люди пытались, пытаются и совершенно успешно пытаются реконструировать эту самую скинею собрание. Но читать это очень тяжело, честно скажем. И знаете, даже как бы время от времени появляются христианские группы, течения, которые стараются с максимальной точностью и подробностью исполнить все, что написано в законе Божьем. Ну вот, там, бывают такие течения. Ну, с этим, с 25-ми и последующими главами тут у них ничего не получается, потому что, ну, ты не будешь восстанавливать, воспроизводить эту самую скиню из Синайской пустыни, особенно в нашем-то климате. Вот эти вот технические подробности, именно устройство, даже не использование, не функционирование скини, вот они заставляют читателя, буквально стиснув зубы, продираться. Хотя здесь есть некоторые вещи, на которые следовало бы обратить внимание. Ну вот, в частности, смотрите, начинается 25-я глава с того, что Бог говорит Моисею, собери материалы. Нужно собрать материалы для строительства. Вот от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения. Таким образом, скиния, достаточно дорогостоящее сооружение при всей своей простоте и временности, и при всем, так сказать, передвижном мобильном характере. Тем не менее, это требует известных средств. И, кстати, обратите внимание, что здесь не налагается десятила, скажем, на народ Божий. И здесь какими-нибудь еще способами не собирается в обязательном порядке, как подать на храм уже во времена Соломонова храма. Здесь говорится, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношения мне. У того, кто захочет, кто захочет сам. Вот эта вот обязательность, или тем более вымогание пожертвований, это совершенно не про нашего Бога. Нет, нет. И дальше, на самом деле, этот принцип постепенно будет то лучше соблюдаться, то хуже, то конкретизироваться, то наоборот расплываться. Но все-таки совсем ликвидировать его никому не удастся. Речь идет о приношениях по усердию, добровольных пожертвованиях. По-другому никак. По-другому работать не будет. Вся эта, так сказать, схема создания места поклонения Богу. Ну и дальше здесь перечисляются разнообразные ценности. Это и золото, и серебро, и медь, и шерсть разного цвета, и кожи, и драгоценное дерево, масло, камни, вот. И многие другие. Все то, что необходимо для того, чтобы создать место поклонения. Еще раз повторю, здесь место поклонения, а не место присутствия Бога. Это первое, что важно. И второе. Какие мотивы двигали автора рассказа в том, что он, собственно, этот рассказ записал, эти правила. Насколько они там реалистичны, точны, особенно если мы предполагаем, что между созданием скини и записью или фиксацией традиции могло пройти какое-то время, не такое маленькое, там, от одной до трех сотен лет, может быть. Вот для чего и что все это означало? Чаще всего, пожалуй, это наиболее рациональное объяснение, не скажу, что правильное, наиболее рациональное объяснение – это представление о том, что у всех народов культ. Все то, что связано с поклонением божествам языческим – это вещь дорогая, пышная, требующая массы усилий, драгоценных материалов и художества. И, собственно говоря, вот идолы, которым поклоняется тот или иной народ, те или иные люди, этими идолами являются произведения художников, художников, которые там неким образом себе это представляют. Храмовые здания тоже, соответственно, произведения архитекторов. Иногда это великие архитекторы, иногда менее великие, но зато их сооружением повезло, они там лучше сохранились. Короче говоря, вот все люди как-то устраивают себе свой культ. И много находится общего, между прочим, между культом в Скинии и культом современных Израилю народов. Но обычно толкователи говорят о том, что здесь, в этих главах Библии, устроение места поклонения, устроение культа совершается не потому, как захотел художник, ну или Моисей, или кто-нибудь еще из основоположников религий, а так, как повелел Бог. Этот культ обосновывается тем, что вот так велел Бог. Мы это делаем таким способом, потому что Бог так велел, а сами мы ни в коем образом не дерзаем вносить сюда те или иные детали. Вот у нас есть священный текст, обратите внимание, к эпохе плена этот текст уже, ну или к концу пленной эпохи, в конце концов канонизируется, становится частью священного писания, откровение Божьего, хотя, собственно, о чем бы тут было такое уж прямо откровение в этой главе, читателю не просто не очевидно, а очевидно, что, в общем, неуместная терминология. Вот, это повелел сам Бог. Заметьте, что в истории христианского культа в первом-втором веках мы наблюдаем с вами все же некую попытку поклоняться Богу в духе истине, попытку, идущую, естественно, от самого Господа нашего Иисуса Христа. А уже к концу второго столетия впечатление, что крестьяне не заметили, что что-то поменялось, и представляют себе культ как нечто богоустановленное и принципиально неизменное. Хотя на самом деле, по факту, примерно через каждые 200 лет христианское богослужение меняется до невузнаваемости. Если мы попадем с вами на богослужение, которое называется одним и тем же словом к христианам, там, скажем, второго, четвертого, шестого, восьмого и так далее, каждого второго века, мы увидим, что меняется все настолько, что ты уже не можешь и не понять, что вообще происходит, если сравнивать с тем, что было 200 лет назад. Но, тем не менее, вот возникает это еще в Ветхом Завете идея, что есть богоустановленный устав того, как должно все это быть устроено, и шаг вправо, шаг влево считается побег. И в психологию нашу, ну, я говорю преимущественно у православных, у других христиан это, в общем, либо так же, либо принимают слегка экзотические формы, а суть не меняется. Вот в нашей психологии эта идея очень укореняется, что устав – это нечто богоустановленное, прямо-таки боговдохновенное, ну и, само собой, разумеется, неизменное. Поэтому обычаи и практики раннего средневековья христианские, где гораздо более такой жидкий и подвижный этот самый культ для нас становятся совершенно непонятными. И мы действительно запретили себе думать о смысле, делать что-то новое, исходя из этого смысла, потому что нам кажется, что все установлено и вот Богом, и никак иначе. Ну вот, скиния должна быть устроена вот так. При этом, конечно же, мы забываем, что Верхий Завет – это Верхий Завет, а Новый Завет – это Новый. И вот эти вот все подробности остались все-таки в Ветхом. Тем не менее, 25 глава предлагает Моисею построить Богу святилище, в котором Бог будет пребывать или обитать посреди них, присутствовать посреди народа Божьего. Неким незримым, непостижимым образом это не будет присутствия, видимое, как в истуканах языческих культов. Но, тем не менее, это будет место, где Бог будет обитать посреди людей, жить среди людей. Как может непостижимый, бесконечный, всемогущий Бог, о котором говорят все предыдущие главы Исхода, поместиться в крохотной палатке – это вопрос, который в данном случае не обсуждается. Так или иначе, вот это место присутствия. Может быть, вообще, на самом деле, ключевым является то, что Бог выражает такое желание быть, присутствовать, обитать посреди народа Божьего вот в этом самом святилище. Дальше здесь говорится о ковчеге Завета, который сам до нас не дошел, но о котором что-то все-таки, какие-то изображения, тоже сведения сохранились, и о котором здесь написано подробно. А ковчег – это, собственно, ящик, в котором будут находиться важные для Завета артефакты. Скажем, скрижаль, горшок с манной, жезла аронов проросшей – вот такие вот вещи. И еще в 25 главе здесь говорится о хлебном предложении и о золотом светильнике. Собственно, это семисвечник, некая аллюзия, на которой и в наших храмах тоже стоит. Только там семисвечник представлял собой семь светильников в одну горизонтальную линию, а наша традиция делать его в такой треугольной форме, больше напоминающей Хануку. Обратите внимание также, что все, что здесь описывается, должно быть сделано с кольцами, шестами деревянными, чтобы все это было легко, ну, относительно легко расставить и, наоборот, собрать, вдеть кольца в ковчег Завета или в стол для хлебов предложения и унести. То есть это, собственно говоря, культовые принадлежности кочевого периода, которые были, с одной стороны, абсолютно уместны в период странствий в пустыне, а в период оседлой жизни Израиля постепенно это все становится таким анахронизмом. Субтитры создавал DimaTorzok